Друзья, приветствую, с вами Станислав и опять очередная новиночка, и опять CityCock от компании Skyboard BR30 3000W Итак, давайте с вами ознакомимся, что за аппарат, необычный, скажем так, да, то есть в своей стилистике, в своих габаритах и мощности, что под капотом здесь Данный байк у нас с вами снабжен задним мотор-колесом, мотор-колесо идет 3000W, контроллер стоит по заявлению производителя также 3000W, но мы обязательно вскроем И посмотрим данный контроллер, если учитывая того, что мы предыдущих видео скрывали, посмотрели, в принципе, в новых партиях обновленных модификаций, то, что заявляет производитель, то оно и является действительностью Итак, данный байк, повторюсь, ее 3-киловаттный, аккумулятор у нас идет с вами по умолчанию в комплекте, 1 на 20 Ач, 60-ти вольтовый Если мы с вами визуально сразу даже посмотрим, что визуально мы видим сам байк, а аккумуляторов мы с вами не видим, да, друзья? Где же наши аккумуляторы? Аккумулятор в данном случае компания подошла необычно креативно, да, то есть спрятала под сидение У нас здесь находится, я вам сейчас покажу, смотрите, здесь у нас находится, сейчас камера поближе подойдет, замок, закрывающий сидение И здесь рычажок, да, соответственно, у нас сейчас замок открыт в данный момент, рычажок мы нажимаем, тем самым мы поднимаем сидение И под сидение у нас скрывается аккумулятор на 20 Ач, 60-ти вольтовый Один идет в комплекте, питание выведено и отсек по второй аккумулятор То есть одновременно можно у нас докупить второй аккумулятор В штатном, скажем так, решении питание второе не выведено, да, то есть обратившись в наш магазин, в наш сервисный центр Мы можем вам сделать решение, вывести второй провод питания и одновременно вы можете ехать на двух аккумуляторах Итак, по заявлению производителя максимальная скорость данного байка достигает до 60-65 км в час Но, конечно же, обязательно мы замерим данную скорость и с вами обязательно поделимся данной информацией Аккумулятор под пробег на одной зарядке у нас достигает до 45-50 км Но если два аккумулятора, то в два раза дольше будете кататься Ну, и как ранее говорил, повторюсь и в этом видео, что от многих факторов у нас с вами зависит пробег Вес райдера, манера езды и местность, по которой вы катаетесь Если мы с вами обратим внимание, да, то есть такой брутальный, мощный байк идет с большим, высоким клиренсом Кстати, хочу обратить ваше внимание, если вы сейчас на видео видите, сразу же, я думаю, камера покажет Необычное, скажем так, решение, вот провода торчат, да, фишки Данные фишки, они предназначены по большей степени как для европейского больше рынка Это фишки ограничителя скорости, то есть если мы их вставим с вами, да, то максимальная скорость данного байка не будет превышать 25 км в час Я рекомендую, на самом деле, в данном случае нашему, как говорится, российскому мужику 25 км в час это мало Поэтому в любом случае, я думаю, вряд ли вы будете есть с ограничителем Поэтому в данном случае можно просто изолентой либо обрезать, либо не обрезая, просто их сложить и изолентой заизолировать И мешать, в принципе, не будет Клиренс, если мы с вами обратим внимание, огромный, обязательно тоже измерим, в этом видео покажем Итак, давайте обратим внимание с вами на стилистику и дизайн Что в этом байке у нас есть Чем-то схож, на самом деле, на обновленных всех модификаций Сразу, друзья, извините, конечно, у нас такой одноглазый джок получился относительно Потеряли мы, скажем так, при транспортировке, да, то есть, видимо, с завода, когда приходил, потеряли один поворотник Но это не проблема, это все решаемо, поэтому не успели поставить, к сожалению, только в одном экземпляре данный байк пришел на момент съемок Итак, мы с вами видим, это центральная обновленная система освещения Сейчас мы с вами включим Смотрите, какой, да, мощный прожектор с дополнительными двумя фарами И поворотники Поворотники у нас с вами идут диодные Правый, соответственно, одноглазый, потерянный Но, тем не менее, в таком режиме Режим фары работает в нескольких режимах Ближний и дальний Переключение света идет стандартным тумблером переключением Если мы обратим с вами на боковую, на левой части Освещение здесь идет тумблер переключения Дальний, ближний и отключение света Также идет поворотник тумблер отключения и отключения И электронный тормоз Прошу прощения Обратим внимание на дисплей Дисплей управления у нас идет стандартный Кристаллический С индикацией зарядки Максимальное указание скорости, пробег Но, если перейдем на правую сторону То здесь мы с вами видим переключение Дополнительного освещения фар Здесь у нас с вами идет замок зажигания Штатный стоит уже по умолчанию Держательный телефон с USB под зарядкой И также в обновленных модификациях до 2020 года байках Идет кнопка аварийного сигнала То есть, если мы назад сейчас подойдем с вами То на задних поворотниках У нас такое мерцающее сияние По крайней мере, на сегодняшний день На момент съемок такого формата на двухколесных байках Решения еще нигде нет Что касаемо систем управления Здесь можно заводить данный байк Как с помощью ключа Так с помощью брелка И, конечно же, здесь решено Уже у нас есть решение По бесключевому доступу Это кнопка старт-стоп С помощью которой можно также завести байк И поехать Система торможения у нас с вами стоит Гидравлическая Премиального качества С регулировкой для руки То есть спокойно С каждым практически данный байк подойдет Грипсы комфортные, удобные Руль настраивается До любого Практически ростовки Сиденье идет у нас с вами цельное Спокойно подойдет По двух пассажиров В комплекте у нас с вами данного байка Идет кофр Если мы с вами обратим внимание Кофр крепится Также на металлическое основание Но, честно скажу Как-то Все равно Болтающий он Болтается Поэтому здесь, конечно Хотелось бы как-то решение Немножко Изменить Чтобы компания Skyboard Немножко посмотрела бы И на фабрику дала обратную связь Что здесь как-то Как-то бы можно было бы Здесь усилить Чтобы он так не болтался Потому что когда вы едете по кончикам Это все у вас видите как болтается Сзади, как мы видели с вами Идут поворотники Стоп-сигнал Габариты Даже под номер можно поставить там нишку Кстати, обратим внимание По касаемому гравировки На мотор колесе Наверное, со стороны Скорее всего 3000 Ватт идет 3-киловаттный мотор Мотор достаточно большой Клесо большое Давайте с вами поговорим О системе подвески Подвеска у нас с вами идет Передняя стандартная А задняя у нас с вами идет Уже подвеска Воздушно-масляная С регулировкой С подкачкой также воздуха Здесь у нас ниппель Можно подкачивать Максимальная нагрузка По заявлению производителя Достигает 220-250 кг На самом деле хочется даже Смотреть как она Ну, знаете, смотрите Кстати, посмотрите Обратите внимание Вот подвеска Я прыгаю То есть 75 кг И она что у нас делать Задевает Задевает Заднее крыло Поэтому здесь Что нужно делать Это, конечно же Регулировать Тем самым Чтобы он был Более жестким Вот сейчас настроен Он у нас на Мягкого Более мягкий Честно скажу сразу Давайте поговорим О комплектации И, наверное, забегу наперед Что мне здесь не понравилось В этом байке Поэтому мы стараемся Максимально информативно Рассказывать вам И давайте с вами поговорим Итак, начнем, наверное, Все-таки с момента Вот этого сидения Все-таки, знаете Аккумулятор находится здесь И периодически Вам всегда придется Его поднимать Вот это вот Конечно, хотелось бы Понятное дело Что мы здесь можем Подтянуть ключом И он не будет так болтаться Может быть, да Но, тем не менее Вот этот конструктив Который здесь имеется Да Ну, по мне Достаточно Относительно Хлипковатого вида Поэтому Компании Skyboard Хотелось попросить Чтобы Как-то доработали И усилили Потому что Данное Сидение Будет Относительно Часто использоваться Подниматься И опускаться Потому что Аккумулятор у нас Решение Как я вам говорил Находится в этих ящиках Что касаемо Решения аккумулятора В принципе Достаточно Я считаю Неплохо Потому что В данном случае В вашем случае Будет работать Уже нормально Работа сигнализация Потому что На тех аккумуляторах Которые у нас С вами Если вы помните Предыдущее видео Которое мы снимали Про Сити Кока С аккумулятором Который внешним Ставить на сигнализацию И когда мы пытаемся Его там Угнать Срабатывает сигнализация Блокируется Но Отключить ее элементарно Вытащив Питание Провод питания Сигнализация ваша Уже не работает В данном случае Учитывая того Что у нас с вами Аккумулятор находится Под сидением И аккумуляторный отсек Закрывается на ключ То Сигнализация будет Работать полноценно И никто У вас Питание не отключит И тем самым Сигнализация Здесь уже Отрабатывать будет Ну что друзья Сейчас выехали На небольшую Такую поездку На БР-30 Трех киловатт Хочется Почувствовать Ощущение Получить От этого байка Как он едет Как его Управляемся Какая Кстати Что ощутил И заметил Это Динамика Динамика У него С места Такого мощного Какого-то подрыва Прям нету Такой По ощущениям Такой По нарастающей идет Тормоза Конечно Надо настраивать В любом случае Что я В принципе Каждому рекомендую Это делать Настраивать тормоза Давайте мы с вами Слезем И будем переходить Просто дорогу Как пешеходы Потому что По правилам Нужно слезть С вашего самоката Скутера И только после этого Переходить дорогу Так же как на велосипеде А здесь мы сядем И потихонечку Поедем Поедем на дорогу Кстати Друзья Хотел сказать Тоже Как в принципе На многих Байках Это не исключение Байков Рекомендую Так же делать Гидру Однозначно Обязательно Потому что На сегодняшний день Реально нету Байков Которые могли Скажем так Могли похвастаться Штатной Великолепной Или там Гидроизоляцией Таких Таких Байков Нет К сожалению На сегодняшний день Поэтому Друзья Делайте Гидроизоляцию Не экономьте На этом Многие клиенты На самом деле Думают Вот за что Там платить Гидроизоляцию За то Что средним Ценовой Диапазон Грубо говоря Там 7-8 тысяч На байк Составляет Да Это В принципе Не дешево Но Согласитесь Покупая Аппарат За 80-100 тысяч Не важно Мы с вами Здесь мы По правилу Дорожного движения Перейдем Вот Покупая За такие деньги Аппарат Не делая Гидроизоляцию Это Большие риски Вывести Аппарат Из строя Что касаемо Кстати Самостоятельной Гидроизоляции Да Безусловно Если Вы владеете Навыками И хорошо Дружите С электрикой То Вы можете Это сделать Вам никто Не запрещает Это Но нужно Понимать Друзья Что если Вы самостоятельно Залазите В электронику Самостоятельно Делать Гидроизоляцию Какие-то Дополнения Доработки Да Своими Скажем так Руками Своим Своим Способом То Нужно Понимать Что После Этого Автоматически С гарантией Вы Слетаете К сожалению Большому Большинство Клент Прекрасно Понимает Кто-то К сожалению Это Не понимает Честно Я Грубо говоря Со стороны Себя Как Самокатщика Могу сказать Потому что На самокатах Катаюсь Да Но это В принципе Логично Потому что Мы же не знаем Как вы Да То есть Что вы делали С байком Так Немножко Отойду В сторону Сейчас У нас Прямая Пытаемся Разогнаться 52 53 Это По Бортовому Компьютеру Кстати Хочу Обрат Немание Не По GPS Честно Сейчас Конечно Буду Замерять По GPS Но Честно Ожидал Большего Честно Ожидал Большего От Данного Байка По Скорости Думаю Что С Моим Весом 75 Килограмм 55 Наверное Все-таки Это Будет Его Потолок Продолжение следует Субтитры подогнал «Симон» Сейчас мы поговорим с вами о комплектации данного байка. Как вы видите, данный байк комплектуется чехол, зарядное устройство, ключи, сервисная книжка, гарантия 12 месяцев идет и инструкция на русском языке. Друзья, вот мы с вами познакомились с новинкой от компании Skyboard, электроскутер BR-33000 Вт. Покатались, замерили скорость, максимально с вами поделились информацией. Надеюсь, вам данное видео понравилось. Ну а мы вас ждем на тест-драйв. Приезжайте, покатайтесь, посмотрите. Мы вас ждем. На нашем магазине находится торговый центр «Электроник» на Пресне, метро 905 года, павильон B2022. Всегда работа без выходных, большой выбор. Тест-драйв бесплатный и обучение. Всем спасибо, всем удачи, всем пока.